Лайфхак для отращивающих челку и вечно борющихся вот с этими мерзкими торчащими волосюшками. Девчонки, их очень легко пригладить, просто гелем для бровей можно брать даже не самый суперфиксирующий. У меня это Artvisage, он не славится суперфиксацией, но вот волосы приглаживает на ура. Друзья, в этом ролике будет обзор на новый бренд, представленный в Золотом Яблоке, бренд итальянской косметики Astra. У меня есть целый бокс, практически все для всего лица, все падает. Меня зовут Ксюша, у меня канал о красоте, здесь мы говорим о косметике, об одежде, о спорте, о красивом, здоровом образе жизни. Ну и давайте скорее начинать обзор. У меня ужасно потрескалась губа, потому что последние пару дней я пользовалась матовыми помадами, поэтому я нанесла на губы вот такое вот масло для губ от бренда Astra. Также у меня это оттенок номер один, и это полностью прозрачное масло. Оно по ощущениям, как плотный-плотный блеск для губ, мне очень напоминает это масло. Масло от Clorans и масло для губ от Vivienne Sabo, которые такие плотненькие, которые как именно блеск для губ, которые не такое сухое масло, которое вы типа наносите на губы, что-то там размазалось, что-то выветрилось, что-то впиталось, и у вас ничего не осталось. Нет, это полноценный именно такой, знаете, жирненький, хороший блеск для губ, для тех, кто любит, чтобы губы были прям липкие, знаете, я люблю, мне нравится. Плюс упаковка выглядит довольно-таки стильно, и говоря об упаковках, здесь на самом деле все такое очень нюдовое, знаете, какой-то стайл Ким Кардашьян, все вот такое вот бежевенькое, очень лаконичное, вот консилер тоже такой, но я могу сказать, что на ощупь ощущается пластик довольно-таки дешевым, но зато выглядит красиво. И лицо у меня уже подготовлено, увлажнено, и можно было бы начать с тонального крема, но у меня есть палетка теней, посмотрите, вот такая вот красивая палетка на 12 оттенков. Если она вам что-то напоминает, и вы не можете понять, что, мне она очень напомнила палетку от Romanova Makeup, которая розы и пионы, что-то такое, мне кажется, очень вообще похожий какой-то вайб палетки. Здесь довольно много матовых, здесь несколько сияющих оттенков. Я вот не могу понять, вот это вот сияющий или нет, но мы сейчас с вами сделаем свотчи и поймем, потому что я кое-что поиспользовала, но я сделала совсем базовый макияж вот с этой вот сияющей штучкой, которая, спойлер, очень красивая. Но в целом я не понимаю пока что, насколько сыпучие эти тени, насколько они пигментированные, поэтому я предпочитаю все-таки начать с глаз. И для начала я нанесу консилер себе навеки. Мы с вами без каких-либо баз под тени попробуем на консилере поносить этот макияж, посмотреть, как он будет держаться. Консилер у меня в первом оттенке, вообще у меня все тут в первом оттенке, и BB крем у меня есть в первом оттенке, блеск для губ масла, и нет, палетка это не первый оттенок. И консилер в первом оттенке, единственное, у меня ничего нет для бровей, но брови, значит, оформим чем-то своим. Я хочу нанести навеки немножечко консилера, чтобы выровнять свой тон. Есть у меня подозрение, что этот консилер мне сейчас будет светловат, потому что я подзагорела. В Питере лето, в Питере жара, и лицо чуть подзагорело, плюс мы проводили выходные все за городом, в воскресенье вообще на залив съездили. Я шорт снимала про мой образ для залива. Вообще, кстати, ребята, я сейчас стараюсь снимать гораздо больше шортов на тему одежды и всяких прикольных рецептов, на которых я похудела, здоровое питание, которым я продолжаю питаться. В общем, для вашего вдохновения и для вашей радости. А еще я наконец-таки решила возобновить тикток, я сегодня разобралась, как туда загружать видео из России. Так что, ребята, вот это мой тикток, подпишитесь, пожалуйста, поддержите. Пока что я туда продублировала те же самые ролики, которые есть на ютубе, но я думаю, что я буду снимать туда эксклюзивный контент, если хорошо там пойдут просмотры, потому что тикток меня тоже интересует. Что я сухой кистью все вожу по лицу? Посмотрите. Вот давайте так. Посмотрите. Видите? Ой, уже закатался в складочки. Блин, а вдруг у меня на консилере все скатается, потому что сам консилер скатывается. Короче, видите, у него супер-супер легкое покрытие. Это такой флюидный консилер. Он чисто для высветления, то есть это консилер-хайлайтер. Он не дает плотности цвета. Я теперь переживаю, что у меня скатается, потому что на этом консилере я не пробовала. Ну ладно, что мы теряем? Господи, это же макияж, его можно смыть в любой момент. Давайте мы для начала свотчи сделаем, мне самой страшно интересно. Потому что я еще не делала. Я использовала несколько оттенков, но я их еще не свотчила. И по ощущениям они были довольно-таки пигментированные. Так, давайте я в стиле Тати сделаю свотчи. Какое красивое розовое золото! Так, ребята, нужно разобраться с настройками. У меня другой объектив. Короче, делаем на плече, чтобы мне руки не задирать, и чтобы было удобно. Блин, мне кажется, даже на ощупь это очень похоже на Романову. Вот этот красивый спаркл. Так, есть оттенки с фиолетовым таким потоном, каким-то баклажанным. Возможно, они будут вредными. И последняя вот такая вот история. Оу! Ну, я бы не сказала, что это что-то супер пигментированное. Плюс вот этот вот нижний ряд кажется чуть грязноватым. Я предлагаю сделать два разных макияжа, попробовать по максимуму оттенки. И я так понимаю, что здесь всего четыре сияющих оттенка. Вот такое вот розовое золото. Вот такой вот красивенький спаркл. Пока что эти два оттенка мне больше всего понравились. И есть два вот таких вот очень деликатных шиммера. Фиолетовый и уходящий в красноцу. Такой цвет... Медь, наверное, какая-то что-то такое. Давайте начнем с того, что светлым оттенком... Оу, напылило. Оу, фух, напылило. Что светлым оттенком я закреплю себе неподвижное веко. Я закреплю вот эту вот зону тушевки. Все, куда у меня должны уходить красивые тушевки. И давайте на этом глазу будет какой-то очень светлый макияж. Такой розовенький, с яшечкой. Что-то такое нежное. И я думаю, что начну с того, что вот этот вот оттенок... Здесь нет названий? Нет, здесь нет названий. На самом деле, рефил такие большие. Так вот будет переходный цвет. Но вы видели, пигментация не слишком высокая. Благодаря этому я надеюсь, что оттенки будут хорошо тушеваться. Потому что, ну, во-первых, это розовые оттенки. Они довольно легкие. Они всегда у брендов получаются хорошо. И всегда они тушуются хорошо. Потому что розовый это очень близкий к нашему натуральному цвету кожи. То есть, его в кожу ввести гораздо легче, чем зеленый. Так, у меня тут все просто осыпалось. Смотрите. Я хотела светлый. Давайте рискнем. Давайте попробуем вот этот вот оттенок на бочонок. Я боялась, что этот оттенок будет довольно-таки темным. Но вот я сейчас его наношу. И понимаю, что пигментация у него очень деликатная. И можно не переживать. Так у меня тут какие-то брови отросли. И создают у меня грязь. Ребята, неоднократно говорила в видео, что на неподвижном веке грязь вам макияж может давать не только из-за плохой тушевки. У вас может быть идеальная тушевка. Но если у вас есть какие-то волоски, бровинки вот в этой вот зоне, они визуально будут давать грязь. Вот у меня тут прям есть они. К следующему макияжу я их уберу. И тем же оттенком, который я наносила себе под бровь, я создаю переход. И давайте этот же розовенький я нанесу еще и на нижнее веко. Вообще, слушайте, приятно то, что на рынок сейчас приходит куча новых брендов. Кстати, всю эту косметику бренд мне прислал на обзор в качестве пиара. Но несмотря на это, отзыв мой и мое мнение честное и неподкупное, друзья. То есть я честно раскрываю все плюсы и минусы. Но есть у меня такая особенность, я не люблю ругать косметику, потому что как профессиональный визажист, я понимаю, что что-то подходит одному, а что-то подходит другому. И не обязательно вам подойдет то, что подходит мне. Поэтому я стараюсь раскрыть косметику со всех сторон и не давать какого-то критического мнения. Типа, все говно, мне ничего не нравится, я не буду этим пользоваться. Дальше давайте вот этот красивое розовое золото. Это тоже такой, знаете ли, шимирочек. Это не прям какая-то сияшка, это не металлик даже. Я наношу себе прям пальцем. Но выглядит красиво. Вот знаете, так деликатно и красиво. Ать, и все. А вот эту вот сияшку, переливашку, я нанесу во внутренний уголок. Блин, я бы с таким макияжем так бы и осталась. Он мне нравится, это вообще мое. Мне кажется, к моему платочку сегодня подходит. Ну ладно, мы должны попробовать больше, мы должны сейчас сделать вечерний макияж. А давайте опять-таки бежевым я закреплю пространство под бровью. Это неизменно. Теперь на эту же самую большую кисть я хочу набрать вот этот вот оттенок, какой-то тауповый. На кисти я понимаю, что он уходит в розовинку. И я его также под бровь нанесу. Просто размашистыми движениями чуть затемню свое пространство под бровью. Я беру вот этот вот. Блин, они такие все сыпучие. Пипец. У меня, конечно, кисти из козы. И, возможно, это тому причина. Но, слава богу, знаете, они не ставят пятно, эти тени. Я маленькой такой козьей кисточкой наношу себе в складку этот оттенок. То есть я затемняю себе складку чуть выше того места, где... Блин. Где она у меня анатомически располагается. Ну, смотрите, я поставила пятно. Сейчас будем смотреть, растушуется ли оно. У меня есть такое подозрение, что растушуется. Потому что тени очень сыпучие. Нет, прям до конца не растушевывается. Я возвращаюсь в прошлый оттенок. И сейчас по границе пройдусь. Вот. Все. Смотрите, просто два взмаха. Я хочу, чтобы вы меня лучше видели. Два взмаха. И они стушевались. Потому что вот этот вот и вот этот вот оттенок, они, по сути, одинаковые. Это одинаковые цвета. Просто с разной интенсивностью. И когда палетка составлена логически, и есть и те, и другие оттенки в ней, это очень хорошо всегда. Дальше берем темный цвет. Я им только стрелку пробовала рисовать. Мне понравилось рисовать им стрелку. И я буду затемнять внешний уголок. Это такой нейтральный коричневый. Я, кстати, не могу сказать, что получается прям намного, знаете, темнее какой-то макияж. По интенсивности как будто бы он примерно такой же. Возможно, конечно, когда я буду монтировать, я пойму, что они сильно отличаются. И все-таки этот глаз темнее. Но вот сейчас вот смотря в зеркало, мне кажется, они прям, ну, по интенсивности очень похожи. Просто здесь коричневая цветовая гамма, здесь розовая. Ну, это нам говорит о том, что у коричневого не прям какая-то сильная пигментация. Понимаете, да? У меня здесь есть две сияшки. Я фиолетовый не хочу использовать. Но нам надо его посмотреть. Ладно, давайте фиолетовый все-таки используем. На этот раз я беру кисть. Кисть, которая обычно прекрасно наносит сияющие оттенки без каких-либо проблем. И вот я на всякий случай делаю это прихлопывающими движениями, не вполировывающими. Ну, кстати, кстати, очень даже неплохо. И можно вот так вот на пальчик взять опять эту сияшку. Блин, вот она мне нравится. Это такой красивый спаркл. Единственное, он чуть суховат. И вот сверху прям прихлопнуть этот спаркл пальчиком, чтобы макияж был более сияющим. Я потом покажу в приглушенном свете. Вы увидите, как это выглядит на самом деле. И давайте здесь в уголочек я нанесу вот этот оттенок. Мне он нравится. Он красивый. Я люблю такие оттенки и в румянах, и в тенях, и вообще везде. Вы знаете, мне даже по качеству эти тени очень напоминают тени от Романовой. В той палетке тоже не была супер высокая пигментация. Единственное, там были, наверное, чуть пожирнее сияющие оттенки, но там тоже не были прям сильные металлики. Там были такие шиммеры, я бы больше сказала. Давайте сейчас посмотрим в приглушенном свете на вот этот вот макияж. Но вообще я хочу сделать оба глаза розовыми. Ну что ж, я снова с вами. Я давно себе не делала розовые макияжи. И, ребята, у меня есть тушь, которую я еще не пробовала. Что тут у нас вообще заявлено? У этой туши написано, что она на 90% натуральная. Интересно. Ага, тушь содержит натуральные растительные волоски, рисовый, подсолнечный и ромашковый, благодаря которым она обеспечивает моментальный эффект объема и ухаживает за ресницами. Посмотрим. Для меня главное, чтобы тушь была либо водостойкой, либо влагостойкой. Здесь это не заявлено. И есть у меня подозрение, что ни то, ни другое она не делает. Но я заметила, что в последнее время на многих тушах не указывают, что они водостойкие или влагостойкие. Ты об этом узнаешь только в течение носки. Я, естественно, заляпала себе все глаза. Сейчас я вторым слоем пройдусь. Ой, знаете, второй слой хорошо так ложится. Некоторые туши очень быстро фиксируются. И когда красишь второй слой, знаете, как будто бы, я не знаю, по пластиковым уже ресницам красишь, и там сверху ничего не ложится. Тут как будто бы первый еще не подфиксировался. Но, возможно, это еще говорит о том, что тушь не влагостойкая. Ну, ничего, тут и не заявлено это. Ребята, я могу сказать, что объем она дала, но подсклеила реснички. Прямо вот сейчас они, когда подсохнут, хочется по ним пройтись расческой. Еще я сейчас подожду, пока высохнут вот эти вот точки, которые я поставила, и просто их соскребу какой-нибудь жесткой плоской кистью. Дальше, друзья, переходим к лицу. У меня здесь есть два продукта. Есть праймер, который нейтрализует красноту. Я уже им пользовалась. Видите, он такой зеленоватый. Он как гель. Я люблю гелевые текстуры. Я не заметила, чтобы он как-то, знаете, нейтрализовал красноту. У него легкий зеленоватый цвет, и он по ощущению напоминает просто гель алоэ. И мне кажется, что все-таки больше здесь идет не нейтрализация красноты, а увлажнение. Потому что, ну, настолько он прозрачный, ну, прям супер прозрачный-прозрачный, что как такой прозрачный гельчик сможет нейтрализовать красноту? Вот скажите мне, пожалуйста. То есть, вот, к примеру, если мы говорим про нейтрализацию красноты, есть вот такой вот праймер у Pro Mycoplap. Например, я нанесу сюда капельку. Я, по-моему, нанесла больше. А, я очень много нанесла, но я сниму вот так вот об руку. И я нанесу его себе на вот эту вот зону, где у меня как раз-таки больше всего красноты. Потому что я прогулялась, и я загорела. Посмотрите, здесь краснота нейтрализовалась, потому что текстура более плотная. То есть, если сравнить прям вот на руке, ну, вот как такая легкая гелевая текстура может сравниться с чем-то более плотным? То есть, если вам нужна нейтрализация красноты, это не для вас праймер. Если вам нужно легкое увлажнение, это отличная штука. Как я уже сказала, какую-то косметику я использовала, и праймер я уже использовала. Поры он у меня не забил. Хуже макияж у меня выглядеть с ним не стал. И это такая неплохая штука для повседневного использования. Но давайте переходить теперь к BB-крему. Вот BB-крем мне прям понравился. Единственное, он светлый, и нам понадобится много... Много бронзера. Только у этого BB-крема какая-то проблема с помпой. Что такое? У него бывает, то ли как забивается помпа, что ты нажимаешь, и ничего не выходит. А, какую кисть мы возьмем? Давайте вот такую вот синтетическую кисть Кабуки. Видите, он светловат, но, боже, какой он красивый финиш дает. Вот, сейчас вы увидите эту кожу дельфина просто. Он слегка перекрывает. Вы все равно будете видеть какие-то пятнышки. Особенно это будет хорошо вот в этих вот местах. Вот в этих вот, где у меня всякие прыщички. То есть он легкое перекрывание дает, перекрытие. И где у вас есть какие-то прям несовершенства, прыщи, красные пятна, там нужно будет дополнить все консилером. Но не консилером от бренда Astra, а лучше чем-то более плотным. Возможно, кстати, у бренда Astra есть более плотные консилеры. Я не уверена. Мне прислали только такой. Единственный... Минус, не минус, короче, не знаю. Этот BB крем прям пахнет. У него очень парфюмированный аромат. Знаете, вот прям как будто бы, я не знаю, какой-то освежитель воздуха, что ли. Он приятно пахнет. Он пахнет цветочным парфюмом. Но, блин, так сильно. То есть, когда брендам заявлено, что на 90% состав натуральный, значит, ну, вероятнее всего, такую продукцию будут выбирать люди, которые заботятся о составе, которых интересует, что они наносят себе на лицо. Возможно, у этих людей чувствительная кожа. И вот такие вот жесткие ароматы, это не лучшее решение для чувствительной кожи. Я не могу сказать, что то он гиперстойкий, но часов 6 он выдерживает. Продублирую вот здесь вот тени, там, где я чуть поднапортачила. Ну и смотрите, вот здесь такое перекрытие. Он еще как будто бы слегка-слегка подстраивается под ваше тено кожи. Когда вы уже нанесете, когда он чуть подфиксируется, то ли он настолько прозрачный, у него слабая пигментация, что вот как-то он подстраивается и выглядит красиво. Такое получается холеное лицо. Мне это покрытие очень напоминает покрытие тонального крема Лизда, но здесь покрытие поплотнее. То есть, он перекрывает гораздо больше. Если вы хотите этот эффект холеной кожи, вот такой вот влажной кожи, дельфиней, светящейся кожи, то этот биби-крем для вас. Теперь давайте консилер под глаза. И все-таки я хочу немножечко вот на эту зону, потому что у меня тут все-таки краснота. И я вот такой синтетической кистью, прихлопывающими движениями наношу. Это консилер не для перекрывания синячка. Надо вообще посмотреть цветовую линейку этих консилеров. Если там есть что-то более желтое, оранжевое, там, не знаю, розовое, даже при такой слабой степени перекрытия, нейтрализует вам немножко синячок, но не прям идеально. И смотрите, как отлично мне все высветлило. Я, конечно, бледная. Писус. Это просто тушь для бровей, это Influence Beauty. Я отвлеклась на свои брови. Короче, такие легкие тона с таким вот влажненьким покрытием. Прямо самое оно на лето. У меня кожа склонная к сухости, я такой эффект люблю. Возможно, если у вас кожа склонная к жирности, вам это не очень понравится, но, девчонки, у кого кожа склонная к жирности, сейчас я вам такую штуку покажу, что вообще вы офигеете. Короче, здесь есть пудра. Я показывала, кстати, эту косметику в распаковке в одном из роликов, и я долго не могла понять, как она открывается. Я ее пыталась крутить, но она открывается просто вот так вот. А, блин! А, я все рассыпала. Короче, ребята, это банановая пудра. У нее легкий желтоватый оттенок, и при помощи такой банановой пудры идеально себе фиксировать зону под глазами. Смотрите, давайте приблизимся. Видите, я вся такая лоснящаяся, а сейчас просто магия будет. Я эту пудру хочу подружке отдать, у которой кожа склонная к жирности, потому что просто... Где все поры? Где весь блеск? Ничего не видно, вы посмотрите. Эта пудра, насколько я спокойна к пудрам, вот она прям хороша. Она очень тонкая, прямо супер-супер тонкая, и она идеально матирует вашу кожу. Ну, просто, просто сразу же, мгновенно. И мне нравится, что она вообще не ощущается на лице. Я тезону заматировала. Хотела бы сказать, что слегка, но даже при небольшом количестве пудры получается нормальное такое матирование. И у меня, на самом деле, есть еще одна штука, которую я хотела использовать до пудры, но, конечно же, я не использовала. Ребята, это тинт, который можно использовать как румяна. Блин. Я его показываю в шорцах периодически, так что посмотрите. Это вот такой вот тинт с красивым арбузным оттенком, который шикарно смотрится как на щеках, так и на губах. Я думаю, на губах мы его попробуем. И вот это вот пятно, которое я только что себе нарисовала, оно у меня еще несколько дней не смоется, уже проверено. Ладно, давайте к тинту перейдем уже в конце. И посмотрите, что у меня есть. Так, у меня получается нет румян. Я ведь хотела, я ведь хотела, когда села снимать, использовать этот тинт до пудры. Я себе сказала, Ксюша, не забудь про тинт. И я забыла про тинт. Ну, конечно. Ну, давайте мы этот бронзер используем как и бронзер, и румяна. Либо я попробую взять из палетки теней какой-нибудь оттенок в качестве румяна. Это такой мозаичный бронзер. Здесь много оттенков. Тут есть даже такой розовый цвет, холодный, светлый. Тут есть холодный цвет скульптора. Я не думаю, что получится отдельно набрать эти цвета. Только вот так вот вместе обязательно вбить в кисть, чтобы у вас цвет смешался на кисти. И потом можно это наносить себе на все зоны, куда вы хотите нанести бронзер. И боже, какой красивый цвет получается. Это не желтый бронзер, не рыжий. Это вот такой цвет, как надо нам, довольно-таки бледным девушкам. Я даже на щеки могу зайти, раз уж у меня нет румяна, ничего страшного, будет бронзер. И вот это вот все вот так, вот все вот так вот красиво. И что самое главное, периферии лица у меня не запудрено. И он не залипает. Он не залипает, он ложится хорошо, он выглядит просто прекрасно. Я в этот бронзер реально влюблена. Как вы сделали такую красоту, я не знаю. Но мне все очень нравится. Я слегка на носик нанесу. Так как у меня довольно светлый тон, мне, знаете, хочется побольше этого замечательного бронзера. И это тот продукт, который реально крутой. Я тут недавно подумала, что в моей жизни было довольно мало бронзеров. Почему-то я как-то не делала на них обзоры, я не покупала. И тут вот как раз мне Astra прислали такой бронзер. И я вспомнила про бронзеры. И что надо бы, наверное, почаще их тестировать. Тут, кстати, картонная коробочка и есть магнитик. Я не могу. Он, кстати, тоже пахнет парфюмированно, но не так сильно, как бибикрем. Бронзер без какого-либо сияния. Абсолютно просто матовый, но в то же время такой легкий, не матирующий кожу в хлам. В общем, я не знаю, эта штука идеальна. Редко в макияже мне что-то нравится настолько сильно. Но мне кажется, что цвет, что текстура, что вот сама вот эта вот вся мозаичная красота, это очень классно. Я не знаю, давайте, давайте слегка я румяно беру. Вот этих вот. На вот такую вот кисточку двустороннюю. Надо очень аккуратно, потому что тени для глаз, они не предназначены для нанесения на лицо. У них высокая пигментация. Они могут сразу дать пятно нам на лице. То есть продукты для лица, они должны быть гораздо более деликатными, чем продукты для глаз. Ну вот слегка я добавила, видите, еще вот этот оттенок теней, он такой типа кирпичный, как кирпичная стена. И этот оттенок очень хорошо сочетается с бронзером. Они друг с другом дружат, потому что у бронзера тоже, естественно, теплая база. И такие оттенки максимально хорошо смотрятся вместе. И давайте вот этот вот оттеночек. Я попробую как хайлайтер. Я пробовала уже светлый оттенок как хайлайтер. В одном из видео, в одном из шортс, а этот еще нет. Главное тоже едва касаться кисточкой, как будто бы зайчик или кошечка гладит вас лапкой. И просто в этот момент моя кошечка посмотрела на меня как на дуру, потому что лапкой она умеет меня только херачить и царапать. Я просто вся вообще исцарапана. Вот здесь вот все ноги у меня исцарапаны. Как красиво! Вы в восторге? Я в восторге. Короче, смотрите, давайте мы вот эту вот штуку нанесем на губы. Я нанесу чисто во внутреннюю часть. Сделаю такой корейский макияж губ. Можно, естественно, на все губы. Цвет с вами останется надолго, потому что он прям въедается. Ой, как мне нравится этот блеск. Вообще мне многие продукты понравились прямо из этой косметики. И теперь надо убрать вот эти вот пятнышки. У меня вот, знаете, этот бренд ассоциируется с чем-то таким нежным, светлым, очень нюдовым, румяное, сияющее. И вот с этой косметикой хочется создавать именно такие образы. Ну и, друзья, я благодарю вас за просмотр и предлагаю вам посмотреть вот это видео, потому что я уверена, вы его еще не видели. Всем пока!